Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы разбираем двигатели, коробки передач и рассказываем абсолютно все об запчастях. Обратите внимание, раньше совсем недавно здесь были пустые ячейки, а сейчас они заполнены вашими будущими двигателями. Мы не только расширяем ассортимент двигателей, но также всего остального, в том числе и кузовных запчастей. Вы просили Opel. Итак, встречаем разборку двигателя Opel Z22YH. В 2003 году компания Opel присоединилась к тренду по созданию бензиновых двигателей с непосредственным впрыском. За основу они взяли немолодой двигатель Z22SE. Геометрию цилиндропоршневой группы с диаметром цилиндров 86 миллиметров и ходом поршня 94,6 миллиметра оставили неизменной. Но поршни, естественно, другие, адаптированные под непосредственный впрыск и высокую степень сжатия 12 к 1. Данный двигатель устанавливался на Zafira B Vectra C Astra H и Signum до 2010 года. С непосредственным впрыском этот двигатель стал мощнее, моментнее и экономичнее. Сегодня мы будем разбирать двигатель 2 и 2 Direct, снятый с Opel Zafira B 2007 года. Данный двигатель неисправен, в нем поломаны рокеры. Сейчас разберем и посмотрим, что там случилось. Блок в данном двигателе алюминиевый, фазовращатели отсутствуют, цепной привод ГРМ, и есть еще одна цепь, которая приводит к помпу и два балансирных вала. Топливная система устроена как у дизеля. Из бака топлива насосом подкачки под давлением 4 бара подается к ТНВД. В ТНВД нагнетается под давлением 50-120 бар. В топливной рампе давление регулируется клапаном и измеряется датчиком. Двигатель Z22YH нельзя назвать безнадежным, но проблем, о которых владельцу нужно знать, достаточно. Сейчас все подробно расскажем. Погружной насос служит долго, даже 200 тысяч километров. Но бывает, что эта деталь выходит из строя и двигатель тогда просто не заводится. Определить неисправность просто. Нужно снять трубку подачи топлива к ТНВД и убедиться, что топливо не подается при включении зажигания. Бытует мнение, что даже в новогоднюю ночь он разбирает моторы. Итак, встречаем Павел. Мы начинаем нашу разборочку. А сейчас немного о ТНВД. Но, к сожалению, на данном двигателе и на всем нашем огромном складе их нет, потому что пользуются спросом. Но вы знаете, что скоро приедут. Так что, если надо такой ТНВД, позвоните немножко попозже. Так вот, инженеры компании Siemens придумали для General Motors хитро выдуманный ТНВД с тремя плунжерными парами, которые приводятся наклонным поворачивающимся диском. Наверное, они вдохновились поршневым компрессором кондиционера. Там схожая схема работы. Обычно плунжерные пары никаких вопросов не вызывают. В этом же ТНВД есть три резиновые мембраны, которые служат для нагнетания давления топлива. Так вот, резина не вечная и изнашивается из-за плохого бензина, либо же из-за бензина с присадками. И примерно их хватает на 60-80 тысяч километров. С нормальным 95 чистым бензином мембраны могут прослужить и 180 тысяч километров. Что происходит с мембранами? Они лопаются. Если одна из мембран даст трещину, то производительность ТНВД сильно снижается. Кусочек резины может оторваться и попасть в один из клапанов либо высокого, либо низкого давления. При снижении производительности ТНВД появляются симптомы, указывающие на недостаточное количество подаваемого топлива. И тогда ЭБУ фиксирует соответствующую ошибку. Двигатель плохо заводится, троит из-за пропусков зажигания и не развивает более 3000 оборотов. Ну а если производительность ТНВД снижена незначительно, то могут возникать провалы мощности при быстрых ускорениях. Когда ТНВД на двигателях 2.2 Direct начали выходить из строя, а случалось это буквально на пятилетних машинах, то владельцы были шокированы стоимостью ТНВД. Стоил тогда ТНВД 800 долларов. Но затем появились решения в виде неоригинальных мембран. Спецы из Беларуси ставили на этот двигатель ТНВД с автомобилей Renault с радиальным расположением плунжеров и без сомнительных мембран. Но есть еще одно, на мой взгляд, самое лучшее решение – это покупка БУ насоса в «АвтоСтронге» по отличной цене. На топливной рампе установлен клапан-регулятор. Это запорный клапан с электромагнитным приводом. Он служит для поддержания давления в рампе. Он очень редко выходит из строя. Но если это случается, то симптомы схожи с теми, если у вас проблема с ТНВД. А именно двигатель плохо заводится, неровно работает на холостом ходу, подергивается при разгоне либо вообще глохнет на ходу. Клапаны, выпущенные в 2009-2010 году, были бракованы. Их меняли по гарантии. Год выпуска клапана можно увидеть на последней позиции третьей строки на корпусе клапана. За измерение давления топлива отвечает отдельный датчик. Вообще он проблем не вызывает. Но если двигатель будет уходить в аварийный режим, а при диагностике будут показаны скачки давления топлива в топливной рампе, либо же эти показатели не будут никак изменяться, то проблема может быть в этом датчике. А сейчас мы немного расскажем о впускном коллекторе, которого, к слову, здесь нет. Но мы знаем, что в «АвтоСтронг» они скоро приедут. Еще одна проблема этого двигателя – это вихревые заслонки во впускном коллекторе. Как они работают? То есть на невысоких оборотах двигателя, на невысоких нагрузках заслонки закрывают один канал, чтобы ускорить потоки воздуха в свободном впускном канале. Металлические оси заслонок приводятся пластиковой планкой с пластиковыми шарнирами. Так вот, эта конструкция недолговечна и рано или поздно она начинает клинить, и ЭБУ получает соответствующий сигнал. Как он это получает? Потому что в сервоприводе есть датчик положения, который об этом сигнализирует. Шибка может возникать как при разгоне, так и при включении зажиганий, когда ЭБУ проверяет работоспособность системы. Отремонтировать заслонки можно. Ремкомплект стоит дорого – 200-300 долларов. Но проблему можно решить и с помощью строительного фена. Прогреть шарниры с целью устранения люфта. Заслонки также можно удалить, но это приведет к сильно возросшему расходу топлива, поэтому не вариант. Катушки зажигания на двигателе 2 и 2 Direct объединены в один модуль, как и на некоторых автомобилях Opel. Единственная проблема – это пробой изоляторов наконечников. Отдельно эти наконечники не продаются, поэтому надо покупать весь узел целиком. Но можно подобрать наконечники по размеру. Но зачем подбирать что-то, если можно купить отличный узел в «АвтоСтронг-М». Нередко форсунки на двигателе 2 и 2 Direct дают течь по уплотнению с топливной рампой. Тогда обязательно будет чувствоваться запах бензина в салоне и двигатель будет плохо заводиться. Для устранения данной проблемы надо подбирать вот эти уплотнительные колечки. Дело в том, что по оригиналу они идут с форсунками и отдельно не продаются. Но можно поступить по-богатому – купить эти колечки вместе с форсунками. В любом случае надо снимать текущие форсунки. Делать это надо очень осторожно, потому что одна из форсунок может не выйти, как и в нашем случае. Потому что форсунки по заводу посажены на керамический гермет. Для снятия форсунок надо использовать проникающий состав. Если вам понадобилось снять впускной коллектор для ремонта заслонок, не трогайте топливную рампу. Потому что из-за шевеления форсунок возникнет течь по этим же уплотнительным колечкам. Иногда форсунки обычно одна является причиной пропуска зажигания. Чтобы решить эту проблему, надо воспользоваться оригинальной чистящей присадкой. Дело в том, что форсунки не поддаются чистке ультразвуком, потому что ультразвук может разрушить их керамические элементы. В клапанной крышке находится маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Со временем он забивается и тогда в самых запущенных случаях начинается расход масла на угар с отложением высохшего масла во впускном коллекторе. Но здесь мы даже по вот этим окнам видим, что эта проблема у данного двигателя была. Для улучшения работы системы ВКГ владельцы ставят дополнительный маслоотделитель, а старый маслоотделитель чистят. Еще здесь стоит мембрана, которая регулирует циркуляцию картерных газов. Так вот, она может порваться, из-за этого будут подсосы воздуха и двигатель будет сильно троить. По состоянию здесь мы видим неприятные лаковые отложения, износ на впускных кулачках распредвала. И если рокеры здесь не поломались, то послетали они все точно. Вероятно, в этом виновата подгулявшая цепь. Сейчас разберем дальше и посмотрим состояние натяжителя, планок и так далее. Цепь ГРМ на двигателе Z22YH точно такая же, как на предшественнике Z22SE либо же, как на преемнике Z20NET. До 2010 года ресурс цепи вызывал вопросы. Ходила цепь от 80 до 160 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации. Если цепь растягивается, она начинает брончать на работающем двигателе. Также могут наблюдаться пропуски зажигания при растянутой цепи. Отдельной цепью приводятся помпа и балансирные валы. Эту цепь надо менять вместе с основной цепью, потому что после замены основной цепи рано или поздно загремит и вот эта. Ремкомплекты каждой из цепей стоят по 200 долларов. Но замечено, если менять масло нормальное каждые 10 тысяч километров, то эти цепи ходят и по 300 тысяч, как ни в чем не бывало. Ну а что же у нас здесь случилось? Цепь растянулась истерически вот так вот колотилась, развалила башмак, перескочила и поршни и клапана встретились. А теперь пару слов о помпе. Менять ее лучше вместе с цепью, потому что ходит она 1200 и может потечь, либо развалится ее пластиковая крыльчатка. При такой ситуации она меняется без инструмента, а вот при такой ситуации фиксируется ее шестерня специальным инструментом. Потому что если просто открутить вот эти болты, она упадет внутрь. Отдельного внимания требует натяжитель цепи. Он подклинивает из-за масляных отложений, которые в нем оседают. Это свойственно для моторов, которые приезжают из Европы с большими сервисными интервалами. Натяжитель может подклинить. Натяжение цепи ослабнет, и тогда цокань и шелест можно услышать при переключении с передачи на нейтраль. Также цокань может возникнуть при утреннем запуске. Ну а при самом хреновом раскладе цепь может перескочить. У нас натяжитель старого образца. В нем проходное отверстие меньше, в новом больше, поэтому натяжитель не забивается и не заклинивает. И еще ГБЦ этого двигателя очень чувствительно к закручиванию свечей. Свечу можно пережать, резьба треснет, и тогда антифриз попадет в свечной колодец. Резюмируем. Цепь шелестела. Водитель этому не придавал значения долгое время. И поршни и клапана встретились. Загнуты все впускные клапаны. Кроме того, камеры сгорания у этого бензинового двигателя, как у дизеля, черные. То есть очень много масляного нагара. По состоянию хон присутствует, причем довольно таки хороший, но присутствуют и довольно таки хорошие задиры. И видны следы той самой встречи поршней и клапанов. Стоит заметить, что инженеры General Motors не заморачивались с конструкцией поршней, потому что выемок здесь, свойственных для двигателя с непосредственным впрыском, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На коренных вкладышах на всех. Мы видим типичный износ, вызванный соринками в масле. Таких засранных, извините, поршней мы еще не видели. Маслосъемное кольцо не то что залегло, оно зацементировано и, соответственно, износ вкладышей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но по состоянию коленвала, естественно, он изношен. Ждать от него чего-то другого не приходится. Разборка закончена. И вот такой интересный прямо впрысковый мотор мы разобрали. Проблемы с ТНВД, проблемы с заслонками и, если не менять масло вовремя, то проблемы с цепью. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк это видео, напишите комментарий. Мы читаем каждый. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры сделал DimaTorzok